Так, все, с этого момента он записывается. Сейчас будет небольшая вводная часть, потом мы посмотрим процесс установки. И для тех, кто еще не знаком с платформой, я какие-то основные возможности покажу. Ну, для тех, кто знаком, в принципе, вы можете, наверное, первую вводную часть пропустить, либо посмотреть ее в записи, ну, либо послушать, может быть, что-то интересное, новенькое я вам тоже расскажу. Ну, давайте начнем, поговорим, во-первых, о том, что на сегодняшний день из себя представляет интернет-бизнес. Мы уже плавно подошли к тому моменту, когда большая часть населения нашей страны, она уже так или иначе в сети. То есть остались какие-то сегменты, которые еще не пользуются интернетом и, наверное, уже, скорее всего, и не будут пользоваться интернетом. Это, скорее, речь о жителях каких-то удаленных сел, городов, которые уже в таком пенсионном возрасте, с компьютером не знакомы и вряд ли уже, наверное, будут знакомиться. А остальные жители и среднего возраста, и молодежь, и даже дети, они уже вовсю в интернете, тем более в крупных городах. Поэтому, в принципе, рост аудитории этой возможен только за счет прироста небольших городов, регионов и так далее. Следующий тезис – это то, что все больше популярны мобильные устройства. Сейчас посмотрим с вами небольшую аналитику, которую я нашел в интернете. Эти слова будут подтверждены. Ну и, как все наверняка знают, что поисковая система все более и более становится требовательной к мобильным версиям сайтов. Не далее, как в апреле этого года, Google заявили, что те сайты, которые не обладают таким адаптивным дизайном, которые плохо отображаются на мобильных устройствах, будут аранжироваться хуже, чем те сайты, которые умеют работать с мобильными устройствами. Давайте посмотрим. Вот такие небольшие опросики я нашел в интернете. Статистика. Смотрите, рост внутрироссийского рынка интернет-магазинов. Плюс 35% – это результат 2014 года. За 15-й год их пока еще нет, потому что год еще не закончился. Что здесь еще интересно? 3300 рублей – это средний чек, который включает в себя доставку. Доля предоплат для внутрироссийских заказов – 26% покупают по предоплате. Доля оплат карточками от всех заказов – 31%. И вот этот показатель тоже постоянно растет. Мы, наверное, немножечко попозже про это поговорим, но вообще важный показатель и почему важен его рост. Многие магазины на данный момент даже до сих пор не предлагают клиентам оплату карточкой, не дают возможности карточкой прямо на сайте оплатить. Это неправильно, потому что, как рынок показывает, клиенты готовы оплачивать картой. Нет уже того страха, который был раньше, что данные могут украсть. И если они понимают, что работают с надежным магазином, с надежным поставщиком каких-то товаров или услуг, то, в принципе, смело оплачивают карточками. Ну, особо переживающие за безопасность своих данных заводят специальные виртуальные карточки и тоже ими оплачивают. Далее. Рост количества покупателей – 37% тоже за 2014 год. Вот еще что интересно. 30% пользователей используют мобильное устройство для выбора товаров. 17% используют мобильное устройство для покупок в интернете. То есть не только выбирают, но и покупают прямо там. И 9% пользователей, то есть практически каждый десятый, это люди, которые делают заказы при помощи только телефона или планшета, которые не покупают даже с компьютера, только через мобильное устройство. Это как раз говорит о том, что интернет становится мобильным, и обязательно это надо учитывать. Еще коснемся с вами этого. И вот такой вот интересный слайд от компании Яндекс, который показывает нам аудиторию и проникновение интернета в России. Смотрите, годовой прирост числа пользователей, он падает, мы только что говорили почему, а вот проникновение интернета в жизнь, оно растет. О чем это говорит? Это говорит о том, что надо учиться, приучаться бороться за каждого посетителя вашего сайта, чтобы каждый посетитель вашего сайта становился из посетителя, конвертировался в покупателя. И мы как раз говорим о конверсии. То есть ваш сайт должен лучше конвертировать посетителей в покупателей. Сайт должен уметь предугадывать желания и какие-то потребности посетителей. У нас тоже есть инструмент, возможно, даже немножечко сегодня про него расскажу. Ну и вот, судя по тем графикам, которые мы показывали, сайт должен быть адаптирован к мобильному рынку, он должен быть мобильным. Ну и теперь про нашу платформу. Платформа 1S Bittrex, управление сайтом, которая подходит для разных видов бизнеса, от малого до крупного. На данный момент это более 140 тысяч клиентов, которые работают с нашей платформой, более 26,5 тысяч интернет-магазинов. Насколько я знаю, эта цифра уже выше. У меня просто в этом слайде данные еще на начало осени, конец лета, начало осени. Сейчас ближе к декабрю эти данные уже стали чуть-чуть повыше. С нашей платформой работают более 12 тысяч компаний, которые являются нашими партнерами, которые занимаются созданием сайтов, созданием каких-то готовых решений для сайтов и так далее. И отдельно хотелось бы сказать про Marketplace. Это как раз тема нашего сегодняшнего вебинара. Marketplace – это специальный сайт, который так и называется, marketplace.1S Bittrex.ru, на котором вы можете смотреть какие-то уже готовые решения, как готовые сайты, так и какие-то разные расширения, приложения для вашего сайта. Давайте в качестве готового решения я покажу то типовое решение, которое предлагаем мы непосредственно компанией 1S Bittrex. И чуть-чуть расскажу, почему вообще стоит использовать готовые решения. Дело в том, что создание интернет-магазина с нуля – это достаточно дорогой и долгий процесс. Если позволяют финансы и время, то, конечно, да, здорово. Но если вы решили только попробовать выйти в интернет, открыть какой-то свой интернет-магазин, то, конечно, вам захочется сделать это с минимальными рисками и издержками на первоначальном этапе. То есть задача интернет-магазина – начать продавать. И наверняка вам захочется в первую очередь начать продавать, а потом уже как-то развивать свой интернет-магазин. Вот эти все вещи позволяют как раз сделать готовые решения. Поподробнее, я думаю, уже коллеги, наверное, мои расскажут, чем хороши именно их решения. Я расскажу сейчас про то готовое решение, которое представляем мы – компания 1S Bittrex. Что оно содержит в себе? Ну, в первую очередь, адаптивный дизайн интернет-магазина. То есть тот дизайн, который будет одинаково хорошо отображаться как на мобильном устройстве, там на смартфоне, планшете, так и на обыкновенном компьютере или ноутбуке. Называется адаптивный дизайн. Наверняка уже все про это самостоятельно слышали. Кроме этого, настроенные сервисы, какой-то типовой контент, мастер установки и настройки магазина. Сейчас мы посмотрим его. Демо-версия мобильного интернет-магазина. Есть мобильное приложение для администрирования, которое можно в App Store или Google Play скачать. Ну и, в принципе, весь функционал 1S Bittrex управления сайтом, он доступен. Тут, наверное, стоит сказать, что так как мы являемся, в принципе, лидерами в области платформ для создания интернет-магазина в России, то мы внимательно следим за всеми новинками и трендами на этом рынке. И, конечно, всякие какие-то фишки, которые требуют пользователи, которые спрашивают пользователи, мы их так или иначе реализуем в самой платформе. Соответственно, дальше уже выбор от вас, использовать этот функционал, либо не использовать его. Как я уже говорил, там более 1700 всяких готовых фишек и решений. Есть с чего выбрать. Естественно, всем пользоваться не будете. Но самое главное, что не надо это программировать. Это можно прямо взять, установить и работать. Я сейчас готовое решение. Давайте, наверное, здесь будет скорее интересно для тех, кто еще никогда не связывался с Bittrex. Есть такой сайт, который называется bitrexlabs.ru. Вы можете прямо параллельно открыть его. И это виртуальная лаборатория, которая позволяет на 3 часа запустить такой демо-сайт. То есть вам не нужно ни хостинг, ничего, просто запускать его, чтобы, грубо говоря, потыкать кнопочки, посмотреть, как все это работает, как это устроено. Как раз процесс установки он будет доступен здесь. Давайте сейчас я... Можем здесь ознакомиться, так как быстренько достаточно, с процессом установки готового решения. Сейчас я создам демонстрационный сайт. Кроме того, демо-версия доступна на сайте 1SBittrex.ru. Демо-версия, которую вы можете либо себе на компьютер, либо куда-то на хостинг установить. И эта демо-версия будет вам на 30 дней доступна. Полностью функциональная темка Bittrex в управлении сайтом. Как происходит процесс установки? Я выбрал какой-то шаблон. Убираю сейчас тему оформления. Пускай будет желтая, допустим. Заполняю всю необходимую информацию в интернет-магазине. Время работы, какие-то контактные, телефонные и так далее. Указываю, будет ли у меня вестись складской учет в моем интернет-магазине. Эту опцию можно включить или отключить и здесь немножко настроить. В дальнейшем все это можно будет настроить и в самом интернет-магазине. Указываю информацию о магазине, где находятся реквизиты банковские. Не буду сейчас на этом подробно останавливаться, потому что времени не очень много. Если интересно, у нас подробно есть вебинары про то, как устанавливать, настраивать. Там они из трех частей состоят. Можно записи посмотреть у нас на нашем канале YouTube или на нашем сайте. Прошу прощения. Сейчас пока происходит процесс установки, можете какие-то... Да, спрашиваю, это 16-я версия, когда будет доступна. На Bittrex доступна 16-я версия. Нет, смотри, 16-я версия пока еще разрабатывается. Мы сейчас просто процесс установки с вами посмотрели. Пока 15-я, и даже на том магазине, который я сегодня буду вам показывать, у меня тоже пока версия еще стоит, по-моему, 15.5. Сейчас посмотрим. Но пока происходит, да, процесс установки у меня закончен. Я, в принципе, могу перейти на этот сайт. У меня есть отдельный сайт, который я использую для демонстрации. Здесь еще старая версия интернет-магазина. Но, тем не менее, функционал практически идентичен. Можно с ним тоже поработать. Новая версия интернет-магазина выглядит так. Если вы скачаете демо-версию с сайта 1S-Bittrex, то будет у вас именно вот такой вот новый красивый шаблон. В принципе, здесь уже можно размещать любой товар. Мы показываем в нашем готовом решении. В качестве демонстрационного контента мы дали одежду. Потому что, в принципе, всю ширину функционала можно как раз на одежде очень хорошо показать. Что из себя это представляет, да, готовый интернет-магазин? Ну, естественно, в шапке логотип магазина, какая-то контактная информация, корзина, личный кабинет сразу. Далее у нас идет меню, какой-то баннер. Ну, здесь вот видео-баннер такой, да, сделали. Кнопки соцсетей, поиск, причем-то умный поиск. Да, то есть мы начали набирать платье, он мне сразу показывает какие-то готовые товары, либо в раздел «Платье» предлагает перейти. Какие-то тренды сезона, да, основные товары вынесены сюда. Это, опять же, баннер какой-то, блок новостей, подвал. Ну, то есть, в принципе, структура интернет-магазина, она интернет-магазинов, она мало чем друг от друга отличается. Это уже стало неким стандартом. И то, что вы привыкли видеть в других интернет-магазинах, ну, конечно же, здесь все есть. Давайте перейдем в какую-нибудь карточку товара, любого. Давайте посмотрю. Так, чтобы было несколько цветов. Что-то все с одним, вот, штаны, по-моему, нет, с одним. Ладно. Открою здесь. Что мы здесь имеем? Карточка товара. Можно выбрать размеры. Если были разные цвета, можно было бы цвета выбрать, да, естественно, фотография будет меняться в зависимости от того, какой цвет будет выбираться. Сразу какие-то графические блоки, там максимум информации о товаре, возможность фотографии переключать, какие-то комментарии писать, описание, наличие на складах, если необходимо, включать. То есть, функционалов достаточно много. Опять же, не буду сейчас про это все рассказывать. Это проще запустить самостоятельно и посмотреть. Да, что еще упустил, а хотелось бы рассказать, это умный фильтр. Достаточно популярный сценарий, когда клиент приходит на сайт, он еще конкретно не знает, что он хочет купить. Ну, он хочет, ну, например, девушка у нас зашла и хочет посмотреть нижнее белье. Она заходит в раздел нижнее белье, и в зависимости там от тех параметров, которые ей нужны, например, нижнее белье черного цвета, да, она выбирает и показывает. Темный вечер. Показывает белую фотографию, да, хотя у нас есть черное. Ну, вот все черное белье, хлоп, и показали. Давайте какого-нибудь, что-нибудь купим сейчас уже и потихонечку перейдем в админку. Корзина. По сути, место, где принимается какое-то уже последнее решение, поэтому в корзине, естественно, мы должны дать клиенту возможность изменить количество товара, там, если что, отложить какой-то товар, поменять там размер или цвет, и так далее. Ну, и если мы дали клиенту какой-то готовый купон для скидки, опять же, здесь можно этот купон ввести и применить. Давайте сейчас оформим заказ. Мы выбираем тип плательщика. У меня здесь уже какой-то профиль заполнен, да, потому что я делал какие-то покупки в своем интернет-магазине. Наш клиент, что он у нас увидит? Во-первых, если это новый клиент, естественно, будет предложение заполнить фамилии, имя, отчество, адрес доставки и так далее. Вот как для юридического лица, да, например, у нас еще ничего не заполнено. Вернемся к физику. Клиент выберет службу доставки, причем по службам доставки и по платежным системам достаточно широкий выбор. Вам просто необходимо будет выбрать те службы доставки или те платежные системы, с которыми вы будете работать, с которыми у вас заключен договор, и произвести небольшие настройки. Это достаточно просто. В принципе, можем даже в админке глянуть, как это происходит. Ну, если доставка курьером, вообще к любой службе доставки можно какие-то дополнительные опции делать. Я здесь на каких-то предыдущих вебинарах показывал, например, подарочную упаковку добавить, если достаточно просто это все делается. Службы доставки бывают как автоматизированные, которые автоматически стоимость будут рассчитывать, исходя из веса товара, так и ручные, где все это в таблицах прописывается. Платежная система разная. Можно карточки платить, Яндекс.Заниками через терминал, можно выписать квитанцию Сбербанка, можно наложенным платежом. Ну, как вот, давайте, например, выберу Сбербанк, чтобы посмотреть, как у нас счет покажется сейчас. У меня Chrome заблокировал это окно. Но, тем не менее, мы сейчас его вот так вот сделаем. Да, у нас такая квитанция. Идем, оплачиваем ее. Деньги у нас уходят в магазин. И потом в персональном разделе сайта мы можем отслеживать статус нашего заказа. Если что, повторить заказ, посмотреть подробности. Или отменить этот заказ. Содержимое заказа. Ну, то есть, весь, еще раз повторюсь, весь тот функционал, который мы привыкли видеть в интернет-магазинах, все здесь есть. Так, давайте сейчас посмотрю, если есть какие-то вопросы, можете поздавать. Будет такой у нас первый перерывчик небольшой. Так, Дарья пишет, что делать, если звука нет? Нет, Дарья... А, вы меня не услышите, наверное, колонки лучше всего послушать. Вижу, что у двух человек нет звука. Хорошо, свяжемся, вышлем вам видеозапись. Так, 16-я версия, когда будет доступна? Ну, пока ребята работают, давайте прямо посмотрю, даже какая у меня сейчас версия моего интернет-магазина. Я сейчас зашел в административный раздел сайта. Про него сейчас чуть-чуть подробнее расскажу. Настройки продукта, модуля. У меня, по-моему, 15.5 еще. Да, 15.5, 16 у нас пока еще нет. Вот только некоторые модули в 16-й версии вышли. Но только некоторые модули. Главный модуль, по-моему, все еще... Да, 15.5 пока. До конца года обещают выпустить уже 16-ю версию. Надо немножечко подождать. Так, пока вопросов вроде бы как нет. Может ли магазин показывать видеоролики? Не очень понял вопроса, Алексей, честно говоря. Ну, да, может. Вот видите, показывает видеоролик, например. Чуть-чуть подробнее распишите ваш вопрос. Возможно, просто не понял вас. Так, мы с вами посмотрели публичную часть. Я думаю, здесь вопросов, ну, как я вижу, вопросов не возникает. Давайте посмотрим, как видит наш интернет-магазин администратор или контент-менеджер, или какой-то другой сотрудник интернет-магазина. Наверняка вы обратили внимание, что у меня есть вот такая панелька наверху. Если вы сами зайдете по адресу bx-im.ru, то вы ее не увидите, потому что она доступна только администраторам. Я могу ее вот так развернуть и прямо из этой панельки совершать какие-то действия. Например, создать какую-то страничку, изменить страницу, сбросить кэш, управлять меню и так далее. Наверное, самый интересный режим здесь, про который стоит рассказать, это режим правки. Вот таким ползунком он включается. И теперь, когда я буду подводить мышку на ту или иную область, у меня будет появляться вот такое вот контекстное меню, серенькое. И я могу с этой областью сделать какие-то вещи. Например, изменить телефон, который у меня на главной показывается. Будет не 2.12.85.06, а 2.12.85.07, например. Все, достаточно быстро это произошло. Если я какую-то ошибку допустил, то я могу последние изменения всегда вот таким вот образом отменить. Опять же, достаточно удобно редактировать какие-то товары. Давайте, например, изменить товар. Что оно у меня называется «Полосатый рейс». Чтобы изменить такое, чтобы было наглядно. Можно, например, порекомендовать с этим товаром покупать какой-то еще другой. Давайте так и сделаем. Пускай будут какие-то домашние тапочки, допустим. В настройках товаров что мы еще можем помимо какой-то основной информации. Можно, например, вывести вот такие вот значки, что у нас там товар является новинкой, лидером продаж или спецпредложением. Какой-то анонс товара тоже описывается, настраивается. Здесь SEO-описание. Причем, смотрите, существует такой инструмент, который позволяет автоматически генерировать SEO-информацию в зависимости от того, в каком разделе находится этот товар. Видите, здесь такие вот переменные сиснейм. Например, каталог, название этого каталога. Или вот метки keywords. То есть стоит переменная сиснейм. И будет название товара сюда автоматически подставляться. Вот пример, который появляется. Который уже будет доступен на сайте. Например, this name, это переменная у нас показывает название товара. Штаны, полоса, трейс. Поэтому шаблон метки keywords будет у нас штаны, полоса, трейс. Купить название товара, приобрести название товара и так далее. Можно изменять, можно какие-то другие переменные поставлять. Вот здесь вот, да. Название текущего элемента, какие-то свойства товара. Бренд, например, вставить. Будет у меня сейчас бренд. Да, там от дистрибьютора Fashion Array. Название бренда и так далее. Достаточно удобно. Но про это тоже есть отдельный вебинар. Объявление Яндекс.Директ. Если у вас ведутся какие-то рекламные кампании в Яндекс.Директ, вы можете подключить их к Битриксу и управлять этими рекламными кампаниями прямо из-за длинки. Тоже достаточно удобно. Здесь же в каких разделах у нас будет отображаться этот товар. Естественно, так как штаны, то в штанах это и показываем. И это торговое предложение. Что такое торговое предложение? Один товар, может быть, разных размеров и цветов. То есть, по сути, это один и тот же товар. Просто несколько отличается по каким-то таким вот свойствам. То есть, для клиента это получается один товар, а у нас это на складе приходится как несколько товаров. Например, штаны пластатые рейс синие размера S, штаны пластатые рейс синие размера M, L, XL и так далее. Или там разных цветов. Опять же, есть достаточно удобный инструмент, который позволяет сгенерировать несколько таких торговых предложений. Генерировать торговые предложения, где вы указываете название. Выбираете свойства, по которым будет отличаться торговое предложение. Разные цвета, разные размеры. Если мы про штаны говорим, то это размеры одежды, а не обуви, конечно. И потом просто жмете кнопку сгенерировать, у вас сразу несколько торговых предложений генерируется. Тоже достаточно удобно. Но не буду сейчас про это подробно рассказывать. Так, что-то мы там изменили. А, мы поставили кучу всяких галок. Да, он у нас выводит, что новинка это и так далее. Так, ну, что касается управления с публичной частью, я думаю, тут, наверное, все. Давайте, наверное, перейдем сейчас в админку. Вот раздел администрирования. И посмотрим, что у нас творится здесь. Ну, в первую очередь, это, наверное, рабочий стол. Такой достаточно удобный инструмент, на который можно выводить, называем это гаджеты. Какие-то, какие-то краткие блоки информации. Например, вот статистика по заказам. Или статистика по посещаемости вашего сайта. Это все должно быть под рукой. Все это есть под рукой. Можно там местами менять, можно добавлять какие-то, удалять графики. Например, информацию о сайте можно взять и вот так вот убрать. Ну, прямо отсюда некоторые инструменты можно запустить. Например, сканер безопасности. Поговорим сегодня еще про него. Или, например, инструмент, который называется «Скорость сайта». Который показывает, насколько быстро отображается ваш сайт в браузере клиента. И здесь, опять же, можно, да, покажу уже сейчас, проанализировать, что именно, сколько времени, какое время загрузки занимает. Здесь очень важно понимать тот момент, что вот эти графики, они показывают не скорость, с какой отдается ваш сайт с вашего хостинга, а именно скорость отображения сайта именно в браузере клиента. То есть, именно, насколько быстро открывается сайт именно у клиента. Насколько он видит эту скорость. Вот. Ну, тоже отдельная тема, да, с которой можно работать. Просто вот так вот в двух словах про этот инструмент. У нас есть тоже, есть еще инструмент, который позволяет увеличить скорость работы вашего сайта. Вообще, скорость работы вашего сайта достаточно важна, потому что, ну, если сайт открывается медленно, клиент закрывает и уходит к конкуренту. Это во-первых. Во-вторых, такие сайты будут хуже аранжироваться, чем простые сайты. Так. Как быстро добавить пункт под меню в главном верхнем меню? Ну, давайте, да, раз вопросик такой возник. Сейчас покажу. Давайте, опять же, включу режим правки, например. Редактировать пункт и меню. Пожалуйста, ставить пункт, указывайте название пункта, указывайте ссылку на какую-то страничку, которую там предварительно создали. Либо создаете раздел, допустим, и сразу галку ставите, добавить пункт в меню. И уже указываете, в какое меню, каким пунктом и так далее. На самом деле, вот такого рода информация вся из документации. И, знаете, что касается документации, есть очень удобная штука, называется, которая «Мастер магазина». Наверное, про редактирование пунктов в меню там не будет информации, но что касается настроек интернет-магазина, она здесь очень удобна, информация структурирована и доступна. Находится в разделе «Магазин» в административной части, «Настройки», «Мастер магазина». Вот это своего рода гайд, какие основные настройки надо сделать для запуска интернет-магазина. Причем, если мы выберем любой раздел, учет товаров, например, у нас сразу появится вот такое задание. Задание у нас «Включите складской учет в системе и настроите склад». При работе с товарами используйте документы складского учета. Это скорее функция, которая нужна для небольших интернет-магазинов, у которых еще нет интеграции с 1С. Есть возможность ввести какой-то складской учет прямо в админке сайта. Это удобно, потому что некоторые новички в Excel ведут. Постоянно эти данные туда-сюда таскать, переводить – это, наверное, не самый лучший вариант. А так все всегда под рукой. Вы можете приходовать товар, списывать его, перемещать между складами, и документы какие-то выписывать. И, естественно, смотреть какую-то аналитику, статистику по работе, по товарообороту, по работе вашего склада. Ну и здесь, если нажмем на кнопку «Документация», то вот такая вот подсказка откроется. Мы можем ее в новой вкладочке открыть. «Пожалуйста, обучающие уроки». Ну, видео пока нет по данному заданию. Но, тем не менее, все достаточно удобно, потому что все под рукой. Вот. И так, в принципе, по каждому разделу. По мере того, как вы будете заполнять всю эту информацию, выполнять эти задания, у вас будет постепенно вот шкала – это общий прогресс, настройка вашего магазина будет увеличиваться. Ну и после того, как вы сделаете предварительные настройки вашего магазина, настроите SEO, платежные системы доставки, товары все ведете, сделаете интеграцию с 1С, если это необходимо, а я думаю, при росте интернет-магазина в любом случае придется, у вас все это будет заполняться. Когда вы предварительные настройки все сделаете, и магазин будет открыт, у вас опять будут задания, для повседневной работы какие-то, да, и обслуживание интернет-магазина, следим за его здоровьем, тоже отдельные есть инструменты. В принципе, вот тут все описано. Так что новичкам рекомендуем пользоваться, ну, для того, чтобы вообще разобраться, что, в какую последовательность делать, и что надо настроить. А тем, кто уже является разработчиком, например, да, я видел, что они такие тоже у нас присутствуют, ну, тем это в качестве чек-листа, такого тоже достаточно удобно можно использовать. Так, давайте еще глянем вопросик, и буду потихонечку, пойдем потихонечку дальше. Так, если синхронизация с 1С есть, нужно складской учет отключить? Да, складской учет тогда можно отключать. Знаете, тоже в документации прямо есть, в конце, наверное, покажу, есть у нас специальный онлайн-курс для владельцев интернет-магазина, там вот эти вопросы все подробно расписаны. Ну, что касается интеграции с 1С, можно ли заказать в Bittrex интеграцию с 1С моего интернет-магазина? Смотрите, мы сами не занимаемся разработкой сайтов или настройкой сайтов. У нас всем этим занимаются партнеры, можете к любому из них обращаться, сделают вам интеграцию 1С с вашим интернет-магазином. А если надо, то и с CRM, с нашей IP, которая Bittrex 24, тоже настроят. Так. Вопросов много. Давайте, наверное, сейчас немножечко пойдем дальше, а я потом постепенно еще буду на них отвечать. Хороший вопрос, кстати, спасибо. Пишите еще, ну, прям интересные такие. Так, в админке мы с вами посмотрели, да, рабочий стол. Что здесь еще интересного может понадобиться? Ну, лично я регулярно пользуюсь такой штукой, как избранная. Избранная необходимо, мне в любом случае, для того, чтобы иметь доступ к какому-то функционалу, не перемещаясь постоянно по меню, да, не залезая там отдельно в сервисы, магазин или что-то еще подобное. Я просто закидываю нужные мне штуки, вот так вот, вызбранные. Что, ну, заказы, например, маркетинг какие-то штуки, например, триггерные рассылки, да, допустим, и там пульс конверсии. Оп, вот так закинул. И у меня всегда под рукой, например, эти инструменты. Открываю, смотрю. Пульс конверсия у меня есть не работает, потому что это такой у меня тестовый портальчик. То есть, ну, хорошая штука, да, опять же, если что, взяли, удалили. Дальше, контент. Раздел сайтов, в котором происходит управление структурой сайтов, структурой каталогов, каких-то новостей. То есть, все это здесь содержится. Отдельный новый раздел, который называется маркетинг. Много инструментов для повышения, для управления маркетингом вашего интернет-магазина. Здесь и пульс конверсии, не буду сегодня про него рассказывать. Но в двух словах, да, инструмент, который позволяет смотреть, насколько хорошо вы умеете конвертировать посетителей вашего сайта в покупателей. То, о чем мы сегодня говорили. Тема для отдельного разговора. Далее, ну, бизнес-модельный интернет-магазин. Такой, можно сказать, онлайн-калькулятор, который смотрит, насколько хорошо продает ваш интернет-магазин. И можно спрогнозировать какие-то действия. Например, прикинуть, насколько лучше вы будете продавать, если вы конверсию, допустим, с 1% до 2% увеличите. Дабы тестирования. Тоже интересный метод маркетингового исследования, который позволяет пользователям вашего сайта показывать какие-то разные версии, например, главные страницы или детальные карточки товара. И сравнивать, с какой версией того или иного карточки товара, например, конверсия выше. Если, например, у нас, ну, можно попробовать, не знаю, там, красную кнопку купить сделать и зеленую кнопку купить, посмотреть, какая кнопка будет лучше продавать. Грубо говоря, так. Ну, автоконтекст тоже интересный инструмент, да, который позволяет управлять контекстной рекламой в Яндексе, прямо здесь. Ну, и также управление рассылками, создание триггерных рассылок, персонализация, отдельный инструмент, Big Data, это наш такой облачный сервис. Ну, давайте расскажу в двух словах, как это работает. Дело в том, что очень много интернет-магазинов, да, сделано на платформе Bittrex, в самом начале показывал уже. Вот, и мы умеем обрабатывать какие-то данные по продажам, причем не беря в расчет какие-то персональные данные, обезличенные, да, продажи, всю эту информацию умеем обрабатывать и смотреть, что с чем покупают, что после чего покупают, например, ну, не знаю, покупают фотоаппарат, фотоаппарат покупают карту памяти и объектив какой-то, да. Вся эта информация в облачных серверах сохраняется, аккумулируется, накапливается, анализируется, и умеет, вот этот сервис, он умеет просчитывать и выдавать какие-то персональные рекомендации. То есть он смотрит, например, что пользователи там, ну, не знаю, назовем его, пользователи A покупают, ну, тот же самый фотоаппарат и объектив к нему. Пользователи B тоже покупают фотоаппарат и объектив к нему. Соответственно, когда пользователь C будет смотреть какую-то определенную модель фотоаппарата, то система будет показывать ему, что смотрите, вот с этим фотоаппаратом чаще всего покупают вот такой объектив. Вот один из сценариев использования этого сервиса. Тут вся соль данного сервиса в том, что вам не надо вручную такие вот рекомендации прописывать. То есть их можно прописать вручную, но это, ну, на самом деле, процесс такой небыстрый и достаточно муторный. А здесь система автоматически сама показывает, как это все происходит. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с ка... Не буду видеоролик показывать, можете сами его найти. Прямо набрать Abitrix Big Data. Ну, чуть-чуть подробнее там про это может быть рассказано. Ну, еще какие разделы магазин, да, сейчас к этому вернемся. Раздел «Сервисы», где можно создавать разные формы, там, опросы, какие-то блоги создавать и так далее. Отдельно раздел «Аналитики» по посещаемости вашего сайта, кто откуда пришел, по какой рекламной кампании, список посетителей и так далее. «Маркетплейс» — тут как раз каталог готовых решений, да, о котором сегодня еще поговорим. Ну, и разные настройки магазина. Не буду этого касаться. Перейдем с вами, быстренько пройдемся по разделу «Магазин», а именно по разделу «Заказы». Вот это сейчас уберем. Как у нас наш менеджер интернет-магазина будет... с чем работать, посмотрим. Раздел «Заказы». Ну, здесь у нас в первую очередь, что мы видим, это такой вот достаточно удобный фильтр, который позволяет по тем или иным параметрам отобразить нужные нам заказы. Например, там, по стоимости заказа, оплачен, не оплачен и так далее. Такие фильтры можно настраивать и сохранять, да. Например, у меня вот сохранены там приоритетные заказы. Все заказы стоимостью от 10 тысяч рублей, которые находятся в статусе «Принято, ожидается оплата». Ну, посмотрим, есть ли у нас такие заказы. А, нет таких заказов. Посмотрим тогда сейчас все вместе. Вот, то есть, ну, разные фильтры можно создавать, достаточно удобно. Далее, непосредственно сам заказ. Ну, давайте сам последний откроем. А, это как раз то, что мы с вами смотрели. Это у нас было нижнее белье, да, по-моему. Давайте прям состав заказа. Да, нижнее белье, он очень наступает. То, что мы в самом начале с вами заказывали. В карточке заказа, ну, естественно, информация вся о самом заказе, когда создан, какой статус, информация о покупателе, о отгрузке заказа, информация, разрешена доставка, там не разрешена, была отгрузка, не была. Вот, естественно, состав заказа, по оплате вся информация. Ну, то есть, все, что нужно в заказе, все здесь есть. Причем сейчас в последней версии появилась возможность оплаты заказа и отгрузки заказа по частям. Ну, долго просили про это сделать, да, например, если делают какой-то крупный заказ, например, что-то хотят доставить курьером, что-то хотят сами из магазина забрать, причем в магазине оплатить наличными, прям в магазине, а курьерской доставкой предварительно, например, по карточке заплатить. Такая возможность теперь есть. Что еще здесь в заказе? Ну, естественно, история изменения заказа, анализ заказа, там все документы, которые были сделаны, опять же, здесь указываются. Ну, и тут мы можем распечатать там счет, шеф, август, накладную и так далее. Что еще по заказам? Да, наверное, здесь, пожалуй, все. Еще у меня в теме заявлена такая штука, как скидки. Давайте посмотрим. Так, куда же ее убрали? Так. Не могу понять, куда у нас делись скидки. Обновился только что. Скидки. Ах, товарный маркетинг, господи, конечно же. Давайте попробуем создать какую-нибудь скидочку, да? Вообще посмотрим, что у нас есть. Видели, наверное, когда смотрели мы публичную версию сайта, у нас была скидка на нижнее белье. Сейчас даже зайдем в раздел нижнее белье. Везде у нас есть скидочка 10%. Да? Потому что у нас заведена в системе такая скидка. Мы можем сейчас завести какую-то другую скидку. Например, пускай будет скидка 50% на штаны. Назовем. Так, величина скидки 50%. У скидок тоже достаточно гибкие настройки. Мы, например, можем указать максимальную сумму скидки. Указать будет эта скидка только одна применяться, или она будет суммироваться с какими-то другими скидками. Ну и самое важное, что мы должны написать тут, это условия. Условия у нас будет такое, что на раздел, который у нас называется... В одежде сейчас мы найдем штаны. На раздел штаны у нас будет применяться скидка 50%. Причем мы можем делать абсолютно разные гибкие скидки. Можем выписать... Можем сделать так вот. В данном случае скидка будет применяться на весь раздел штаны. Давайте, наверное, даже посмотрим. Да? Сразу у нас появилось 50% скидки. Мы можем сделать немножечко по-другому. Во-первых, мы можем, помимо того, что просто завести эту скидку, мы можем выбрать группу пользователей, которые могут воспользоваться этой скидкой. Например, мы эту скидку сделаем только зарегистрированным пользователем, а не просто для всех посетителей вашего сайта. Также мы можем выпустить купон. Один или несколько. Опять же, купоны могут быть разные. На одну позицию заказа, на заказ, либо многоразовый купон. Что нам это даст? Давайте сделаем. Теперь у нас эта скидка будет показываться не всем. Да? То есть она просто так для всех не сработает. Она сработает только, когда мы положим этот товар в корзину и применим наш купончик. Все, хлоп, скидочка сразу появилась. Ну, здесь у меня этот купон был сгенерирован автоматически. Вы можете свои какие-то названия сдавать для купона. Вот. Ну, наверное... Так, у меня уже время заканчивается. Наверное, вкратце вот так все. Сейчас посмотрю, какие есть еще вопросы. И буду уже коллегам передавать слово. Так. В малом бизнесе нет этого маркетинга. В малом бизнесе есть этот. Давайте, ладно. Давайте, наверное, сейчас вернусь к презентации. И чуть-чуть расскажу про лицензирование. Так. У меня еще одна из тем сегодня заявленных. Это безопасность сайта. Давайте тоже ее посмотрим. У нас на самом деле очень много всяких инструментов, которые работают, позволяют сделать максимально безопасным ваш сайт. У них даже есть вот отдельно в настройках такой раздел про активные защиты. Здесь и сканер безопасности, и веб-антивирус, там, журнал вторжения и так далее. Ну, вот, наверное, самый такой интересный сервис – это сканер безопасности. Опять же, облачный сервис, который с внешних серверов пытается, грубо говоря, проникнуть на ваш сайт и показать, где у вас слабые стороны, какие вам надо сделать настройки, какие параметры проставить для того, чтобы ваш сайт был максимально безопасным. Ну, опять же, если вы не сильно знакомы с... Ах, мал памяти. Не даст мне сейчас, наверное. Если не сильно знакомы с настройкой таких вещей на сайтах, наверное, все-таки, ну, с моей точки зрения, лучше доверить это профессионалам, обратиться к кому-то из наших партнеров, которые с помощью этого инструмента смогут вам вот настроить сайт так, чтобы он был максимально безопасным. Максимально безопасный. либо сделать это самостоятельно. Да? Вот здесь сразу какие-то рекомендации есть, что необходимо сделать там. Ну, пароль базиданных пустой. Установите пароль, пишет. В настройках PHP пишет, опять же, что прописать. Ну, так далее. Не буду сейчас про это подробно рассказывать. Давайте перейду немножечко, расскажу про лицензии. Это цены на лицензии Bittrex. Если мы говорим про интернет-магазины, то интернет-магазин есть в редакции «Малый бизнес», «Бизнес» и «Энтерпрайз». «Малый бизнес» и «Бизнес» несколько отличаются друг от друга. В «Малом бизнесе» функционал чуть-чуть меньше, чем в «Бизнесе». Ну, опять же, чем конкретно отличается, можно посмотреть на сайте. У нас есть такая вот удобная табличка. Давай сейчас подемонстрирую ее. Да, у нас сейчас в декабре идет акция. Скидки разные, от 10 до 40%. Ну, вот, например, «Малый бизнес» и «Бизнес», да, тут прям галками отмечено, какой функционал есть. Ну, и что касается интернет-магазина, опять же, да, в «Бизнесе», например, есть возможность продавать товары, как наборы и комплекты. В «Малом бизнесе» этого нет, этой возможности. Опять же, «Нылосхладовость» где-то есть, где-то нет. В «Бизнесе» это все есть, в «Малом бизнесе» нет. Ну, буду заканчивать уже. Спрашивайте, если есть вопросы. Так, давайте пробегусь. Управление пользователями, наверное, не показалось еще. Ну, в двух словах, да, можно настраивать разные группы пользователей, можно давать им разные права. Все это в настройках делается. Что еще? Ну, пожалуй, наверное, да, с моей честью все. Я буду, передаю тогда слово Владиславу. Так, сейчас, одну секундочку. Так, Владислав, включаю тогда. Алло, как слышно? Уже слышно, и теперь уже даже, наверное, должно быть видно. Так, сейчас, секунду. Надо там… Show my screen. Все видно? Да, все видно. Так, 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 сейчас, одну секундочку. Ну, в общем, если все готовы, то давайте начинать. Добрый день. Рад вас всех видеть на нашей презентации, на нашем вебинаре. Честно говоря, давно его не проводили, от этого вдвойне радостно. Меня зовут Владислав, фамилия Озеров. Я представляю компанию Альфа-Системс, и сегодня мы с вами будем разговаривать о том, собственно, как сделать не шаблонный интернет, магазин из шаблона. Почему такая тема? Ну, мы с вами затронем тему, значит, поговорим о преимуществах готовых решений, то есть мы поговорим о маркетплейсе на платформе, на сайте 1S Bittrex, поговорим о преимуществах готовых решений, поговорим о том, в общем, об основных трендах маркетплейс уходящего года, подробно остановимся на том, а почему, собственно, трудно выбрать готовый шаблон. Обязательно постараюсь дать небольшую инструкцию о том, как, собственно, на что обратить внимание при выборе готового магазина. Ну, и если останется время, на живом примере побегаем по одному из таких магазинов, посмотрим, что можно понастраивать, поменять. Ну, и, собственно, готовьтесь, настраивайтесь на 20-25 минут моего выступления, задавайте вопросы в чате, после выступления постараемся на все ответить. Ну, и давайте переходить к нашему первому слайду, о, собственно, чем хорош маркетплейс. Ну, давайте я попробую сейчас перейти вот сюда на скрин, то есть, наверное, всем знаком, да, давайте интерактив такой. Кто знает, что такое маркетплейс, плюсики ставьте, вопросов, questions, кто знает, что такое маркетплейс, кто покупал какие-то решения. Ну, собственно, да, это маркетплейс, это каталог готовых решений, решений в нем действительно очень много и чуть позже на этом подробнее остановимся и поговорим сейчас о том, а в чем, собственно, преимущество готовых решений, да, готовых решений, это готовый интернет-магазин или готовый сайт. Первое, самое главное преимущество это низкая стоимость, стоимость готового решения, наверное, в десятки раз ниже стоимости разработки с нуля, Ну и для сравнения, готовое решение стоит 20-25 тысяч рублей, может 15 тысяч рублей стоить, разработка интернет-магазина с нуля будет стоить как минимум 1250-350. Экономика здесь довольно простая и ценообразование, стоимость создания магазина с нуля. То есть мы берем составление технического задания 50 тысяч рублей, платформа Bittrex 32 900 рублей, если мы пойдем по малому бизнесу, дизайн на основе дизайна сайта, соответственно, тоже около 50 отдадите, верстка 50, настройка платежных систем, способов доставки и так далее, почтовых уведомлений, уведомлений еще, наверное, 50. Ну и какие-то там мелочевка, хостинг, домены и прочие, 10 тысяч, того получится порядка 250 тысяч рублей. Второй пункт преимущества готовых решений это продуманный функционал. Ну на самом деле создание решения занимает порядка 3-4 месяцев хорошего качественного решения, по крайней мере у нас процесс проходит с приглашением специалистов из определенной тематики. Соответственно, мы тратим 3-4 месяца, функционал продумываем, ну и как следствие, вы не рискуете, покупая готовые решения, вы по большому счету не рискуете, ведь разрабатывая с нуля, вы по большому счету инвестируете в разработку. То есть вы берете на себя все риски и причем не до конца знаете, какой результат получится, особенно если нет четкого технического задания. Поэтому, опять же, покупая готовые решения, вы видите, что вы покупаете, у вас есть возможность посмотреть демо-версию, пощелкать, посмотреть, как это выглядит, по крайней мере с внешней стороны. Ну и принять более-менее взвешенное решение о покупке. Ну и конечно скорость запуска, это одно из основных, да, вот 4 основных преимущества готовых решений, это скорость запуска. На, смотрите, на инсталляцию, да, установку решений понадобится, ну порядка часа, наверное. И далее по мастеру настройки, о котором Никита рассказывал, ну по большому счету это может за 1-2 дня все очень неплохо настроить, то есть ввести в магазин в работу. Понятно, что когда это разрабатывается с нуля, то как минимум, наверное, месяц займет и так далее. Вот, собственно, это и есть преимущество готовых решений. Давайте пойдем дальше, вот что такое маркетплейс сегодня. Давайте откроем, маркетплейс это сегодня огромная площадка, да, на которой есть огромное количество решений, давайте вот посмотрим. То есть на сегодня готовых магазинов здесь 261 штука, готовых сайтов 469, соответственно, модулей, еще в несколько раз больше отдельных модулей. Это огромный-огромный выбор. И если посмотреть вот на вот этот блок новинок, да, в маркетплейсе, то раньше, да, знаете, вот год-два назад, года-два назад можно было создать решение, и оно здесь в новинке, каждое новое решение, да, занимает вот первое, вот это место, да, и все остальные змейкой отодвигаются назад. Так вот, год-два назад можно было создать решение, и оно спокойно тут 3-4 недели могло находиться, медленно сползая вниз по вот этой вот змейке. Сейчас вы зайдете там через два дня, и вы не увидите ни одной вот этой иконки здесь, вот, поэтому, собственно, очень много решений, но из этого получается, ну, некий минус всего этого, это похожесть. Похожесть решений, функционал очень часто копируется, и мы, ну, стали замечать, что мало авторских дизайнов, на самом деле, это большой минус вот такого обилия, да, то есть креатив может быть в каких-то, в каких-то местах страдает. И мы видим, что некоторые разработчики покупают шаблоны, чтобы на сторонних там западных сайтах или каких-то индусских там сайтах и прочее, и из этих шаблонов собирают свой шаблон, конечно же, не адаптированный под российскую действительность, да, это чужие дизайны, они, ну, скажем так, немножко чужеродные, да, нашего с вами восприятия, поэтому из этого минус. Ну, и в качестве примера, вот, опять же, копирование, наверное, как-то мы, ну, не так давно выпустили модуль, который называется Google Recapture, вот, сейчас давайте я вот здесь вам покажу, и очень интересно, то есть модуль, по сути, сейчас, секунду, Google Recapture, Google Recapture, вот, вот наш модуль, да, мы его выпустили, то есть модуль, в общем-то, полезный, который позволяет заменить вот эти неудобные символы, которые приходится всем забивать в полях, да, то есть отправляя какую-то форму. Вот, вот, заменить вот такой удобной штучкой, где можно кликнуть, амнотный робот, да, или я не робот, и, соответственно, это будет воспринято, как введение вами определенного набора символов, и форма будет отправлена. Ну, и, соответственно, через некоторое время появился, вот, как раз он выходит в поиске, еще один модуль, вот, и, ну, здесь возникает логичный вопрос, а сколько модулей нужно маркетплейсу с одинаковым функционалом, да, выполняющим одни и те же функции. Но, тем не менее, да, вот такая действительность. Дальше, на что мы обращаем внимание, какой еще тренд присутствует в маркетплейсе в этом году, это появление у каждого шаблона вариативности настроек. Вариативность настроек, это, ну, в каждом решении в современном встраивается, ну, давайте посмотрим, зайдем, есть тут нет, настраивается, есть виджет настройки, ну, вот здесь я не вижу, по крайней мере, может быть, он у меня, у меня справа есть док, панель, и не вижу правую часть, поэтому, может быть, да, но здесь нет. Вот, как правило, есть шестереночка, при клике на которую выходят опции, как можно этот шаблон настроить, там, поменять цвета, схема расположения и так далее. И здесь вот из этого плюса, то есть можно гибко настроить решение, но одновременно из этого плюса вытекает и минус, когда разработчики злоупотребляют этим и вкатывают такое количество настроек в эти виджеты, что, ну, реально в этом трудно разобраться. Ну, мы, по крайней мере, не знаю, стараемся это сделать чуть-чуть проще, наверное, может быть, не такое обилие этих настроек, но чуть-чуть проще, чтобы это все настраивалось и так далее, ведь всегда есть разработчик, которому можно там позвонить, написать, сказать, ребят, давайте попробуем вот это, это легко, в общем, очень делается. Вот, ну, и, собственно, из всего этого мы делаем вывод, что, 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 все труднее сделать правильный выбор. Решение количество огромное, многие из них похожи, примерная планка ценовая тоже в одном сегменте, в одном диапазоне, да, это все продается, сделать выбор очень трудно. И, соответственно, мы сделали вот такую небольшую инструкцию, я предлагаю вам ее даже здесь не читать, я сейчас на примере маркетплейса по ней пробегусь, кому нужно будет, потом напишите, мы вам скинем эту инструкцию на электронную почту, вот, и, собственно, давайте, значит, смотреть, что есть. Первое, на что нужно обратить внимание, это выбирать решения, которые, то есть смотреть на те решения, которые соответствуют вашей тематике. Например, наводите сюда, да, готовый магазин, и у вас, вам нужен интернет-магазин мебели. Вот, здесь очень просто, в первую очередь нужно посмотреть, а что же здесь есть из мебели, почему это нужно делать, ну, причина простая, наверное, и банальная, что разработчики, делая магазин мебели, думали о том, как этот магазин мебели будет работать, соответственно, они его делали, может быть, чуть менее универсальным для других групп товаров, но, с другой стороны, более заточенным, да, давайте такое слово использовать под именно тематику, вот. Ну, и, соответственно, можно посмотреть, как это выглядит, представить, как будут выглядеть ваши товары на этом сайте и так далее, соответственно, здесь демо-версии и все остальное есть. Второе правило, не обращайте на стоимость решения здесь, не экономьте. Ну, стоимость создания решения до, там, 25 тысяч рублей, да, основная масса решений. Ну, в любом случае, покупая готовое решение, вы экономите как минимум, там, блин, пару сотен тысяч рублей, да, и, ну, сэкономя, там, 5 тысяч рублей, и, там, купив решение за десятку, допустим, ну, вы не получите определенного функционала, поэтому не обращайте внимания на стоимость, она не очень высока для того, чтобы в жертву приносить нужный вам функционал. Третье правило, выбирайте по внешнему, решение по внешнему виду, в первую очередь по внешнему виду, ведь любой сайт, это картинка, да, это ваша витрина, витрина вашей организации, и от того, как она выглядит, да, при первом, да, там, не будет, там, банальной, да, это маркетинговая фраза, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Вот это тот случай, реально, это тот случай, когда первое впечатление, и какой бы функционал у вас не был на вашем сайте, если он выглядит плохо, с него уйдут, никому такой сайт не нужен. Поэтому сначала смотрим на внешний вид, на дизайн, насколько он вам нравится, спросите знакомых, близких, проведите фокус-группу, да, просто вот покажите несколько вариантов, спросите, кому какой нравится. Дальше переходите к функционалу, обязательно, это вторая важная часть, это функционал, оцените, что есть, что вам нужно, иногда каких-то простых вещей может не быть, не быть, об этом можно спросить разработчика, он ответит на этот вопрос и приведет вам примерную стоимость. Поэтому в процессе покупки важно вести диалог, важно вести диалог с разработчиком, да, сравнивать решения, задавать вопросы, общаться, в конце концов вы поймете, насколько вам близко, да, близок этот разработчик, как быстро он вам отвечает, как качественно и так далее, и так далее. То есть обязательно нужно на это обращать внимание. Обязательно обращайте внимание в дизайне, давайте я опять вернусь к этому магазину, на меню, главное меню, а как оно выглядит. Есть вариант, что оно выглядит горизонтально, вернее вертикально, как в этом варианте, и есть, когда оно выглядит горизонтально, то есть вот так. Так, плюсы горизонтального меню, да, оно более удобно, его лучше видно, да, им удобнее пользоваться. Его минусы в него можно включить только ограниченное количество категорий, поэтому, если у вас малое количество категорий, наверное, есть смысл рассмотреть все-таки варианты с горизонтальным меню. Есть ли количество категорий высоко, да, велико, соответственно, ну, есть смысл их делать, чтобы было именно вертикальное меню. Дальше поехали, обратите, давайте смотреть по карточке товара, ну, коль уж мы в это зашли, давайте на ней остановимся. На количество установок вот этот блок, он очень важный. О чем вам этот блок скажет? Ну, Bittrex, раньше было конкретное количество установок указывалось, вот, и было как-то, ну, интереснее, наверное, да, сравнивать, потому что до 50, ну, основная масса решений на Marketplace, это до 50. Выше 50 не так их много, на самом деле, какие плюсы и минусы? Когда много установок, это говорит о том, что да, решение популярно, да, решение покупалось, да, решение устанавливалось, да, решение продолжает покупаться и устанавливаться. Минус какой? Минус в том, что высока, чем больше установок, да, их может быть и больше 100, и больше 500 установок, чем больше установок, тем выше вероятность, что один из ваших конкурентов будет обладать похожим сайтом. В этом, соответственно, минус большого количества установок. Поэтому смотрите, обращайте внимание на эту цифру. Дальше это отзывы и обсуждения. Обязательно смотрите на отзывы, какие вопросы задавали покупатели, пользователи, вот, соответственно, когда эти, соответственно, вопросы задавались, как отвечал на них разработчик. Важно тоже это смотреть, что разработчик решения работает, да, с покупателями, то есть они не остаются один на один. Соответственно, ну, и есть смысл посмотреть, а что нового, да, вот этот раздел говорит вам о том, что да, решение живет, да, решение развивается, да, выпускается обновление. Причем очень важно, вначале я немножко не сказал об этом, что покупая решение, вы ведь покупаете не только лицензию, да, на право его использования, которая выдается активной лицензии на год, который становится неактивной через год. Неактивно означает то, что ваш сайт продолжит, все будет прекрасно работать, но вы как раз не сможете скачивать вот эти обновления, да, и пользуются технической поддержкой. То есть покупая решение, вы покупаете не только этот шаблон, да, но вы покупаете, по большому счету, команду, которая создавала этот шаблон, возможность задавать вопросы, возможность скачивать обновления. Это очень важно, то есть важно понимать, что каждый готовый шаблон, он разработан на платформе Bittrex, потому что платформа Bittrex как минимум два раза в год выпускает крупные обновления. Любое из решений обязано, да, мы считаем, что оно обязано соответствовать новым версиям, да, поддерживать новый функционал платформы Bittrex, поэтому как минимум два раза в год решение обновляется. Вот, на это важно смотреть, смотрите, что и правила оказания поддержки. Тоже посмотрите, чтобы быть готовым к тому, а какой, собственно, регламент, да, куда писать-то по вопросам, если они будут возникать, e-mail или портал для техподдержки, как быстро ваше обращение будет обрабатываться. Собственно, банальный вопрос, что платно, что бесплатно. Это очень важно понимать на этапе покупки, чтобы не было какое-то разочарование, может быть, да, соответственно, обращайте на это внимание. Ну и, собственно, еще один из пунктов, посмотрите, а где разработчик находится в рейтинге. Вот здесь в маркетплейсе есть вот такая вкладочка, автор называется, ну и, соответственно, здесь можно посмотреть, да, вот, по сути, это рейтинг там популярности некий, да, можно его условно так назвать, условно так назвать. Вот здесь вы увидите, там, первых шести, ну, на самом деле, это вот лидирующие компании, наверное, именно шестерка, скорее всего, да, лидеров производства готовых решений для маркетплейса, посмотрите, посмотрите, какие у них решения, вот, ну, если нас уж тут взять, то вот у нас есть кубочек даже такой, который при наведении говорит о том, что в 2012 году мы были вторыми, то есть наши решения, да, то есть мы продали больше всех решений и были на втором месте, соответственно, в 2013 году мы продали совсем больше всех и в прошлом году были на втором месте по продажам наших готовых решений, что, в общем, косвенно говорит, что, да, решения популярны, решения у вас требованы. Идем дальше, ну и, собственно, давайте посмотрим, какие, переходим к следующей части, в общем, какие решения есть в нашем арсенале, на самом деле, Их много на данный момент. Решений много. 33 модуля у нас, то есть это магазины по различным тематикам. Я бы выделил на самом деле несколько. Из них, которые в свободное время, посмотрите, может быть, вам они будут полезны. Первое, это эконом, это недорогой, по большому счету, магазин, в котором много функционала. Реально много функционала за небольшие деньги. Второе решение, на которое обратите внимание, это OnAir, это интернет-магазин с адаптивным, с легким дизайном, с невероятным количеством цветовых настроек. Это здесь. Дальше решение серии Pro. Вот они везде, где есть обозначение Pro. Это профессиональная серия. Здесь много функционала. Дизайн может быть не такой яркий, но мы ориентировались именно на компании, которые работают с другими компаниями, используя свой магазин. То есть это все решения Pro. Решения серии S-Line у нас есть. Ну вот такие вот они у нас веселенькие и привеселенькие, с ярким, таким интересным дизайном. Посмотрите их. То есть они отличаются тем, что у них в каждом решении есть вот здесь иконочки. Их порядка 10 штук по разным тематикам. Посмотрите. Что еще забыл? И Monopoly. Monopoly – конструктор сайта, который мы очень любим. Мы его сделали не так давно, месяца 3 назад. Мне это решение лично, ну не знаю, я активно принимал участие в его разработке, вкладывали душу и так далее. Поэтому, ну, как нам кажется, в общем, неплохо получилось. И это конструктор. Это конструктор, который позволяет, в общем-то, довольно гибко настроить его внешний вид. Давайте на него перейдем. И дальше там вопрос у нас был, как делать не шаблонный магазин, а шаблон. Вот это у нас шаблон. Давайте переходить на его демо-версию. Ну, я возьму минуточек 5-10, кратенько расскажу о его возможностях. Ну, и, значит, поехали. Вот так выглядит главная страница Monopoly. На самом деле, здесь в Monopoly заложено порядка, сейчас скажу, около, наверное, 10. А давайте посмотрим, как выглядит главная страница сначала. Сейчас я вам подключу все, что здесь есть. И про виджет. На виджет я остановлюсь обязательно. Сейчас давайте я тематику переключу, какую-нибудь мебель поставлю сразу. И на виджет я более подробно остановлюсь. Вот так выглядит главная страница, и она состоит из блоков. То есть это, соответственно, шапка, это главное меню, да, которое выпадает в меню огромное количество. Соответственно, количество уровней здесь не ограничено, можно сколько угодно задавать, да, то есть это можно глубже-глубже уходить. Дальше, соответственно, блок мини-баннеров, блок самых популярных товаров, блок категорий товаров, да, дальше блок услуг, блок о компании, блок отзыва клиента, клиентов, да, здесь они есть, можно с картинками, можно с аватарками и так далее. Новости сайта, блок бренды, блок наши магазины и блок преимущества. Мы его фичи называем, да. Чем интересно, почему так много, да, многие скажут, да, вот столько, мне столько не надо, а вот плюс как раз в том, что это решение очень гибко настраивается. Гибко настраивается его внешний вид при помощи вот этого виджета, да, вот эту шестереночку, щелкаете, смотрите, как это работает. Вот, во-первых, все эти пункты, которые здесь есть, они перечислены вот в этих свитчерах, да, переключателях. И, например, мы не хотим видеть баннеры, мини-баннеры, вот эти штуки не нужны, они не нравятся нам, допустим, да, мы убрали их. Мы не хотим, чтобы у нас тут какие-то, может быть, товары были, лучшие товары не хотим видеть. У нас остался каталог, услуги и так далее. Соответственно, можно убрать все, что не нужно, оставить то, что нужно. Кто-то продает услуги в интернет-магазине, соответственно, для вас есть отдельный блок с услугами, да. Кто-то продает товары, для вас есть блок с категориями, сюда их заполняете, ну и, соответственно, вот. Идем дальше. Это решение выполнено в адаптивном дизайне. Что это означает, я вам сейчас, ну, все это знают, да, то есть сегодня оптимальное отображение на всех устройствах, это, ну, как говорят американцы, must-have. Должно, каждый должен это иметь на своем сайте. То есть, вне зависимости от того, смотрите вы его с телефона, да, находясь в пробке, дома ли вы пришли в планшетике, да, браузите, находитесь ли вы в офисе, используете свой десктоп, должно быть одинаково, одинаково прилично все выглядеть. И я его сейчас попробую подвигать, если у меня это получится, если мне позволит, ну, давайте, о, классно. Есть вот такая штука, дебаггер называется, ну, соответственно, в котором можно и сэмулировать вид, да. Соответственно, вот так он выглядит, этот сайт будет на айфоне 5. Соответственно, здесь вот категория, весь он ужался такой вот, вот, собственно, вот так он стал выглядеть. Так он будет выглядеть на, ну, что у нас тут есть, Nexus, Nexus, давайте Nexus посмотрим. Вот так он будет на Nexus, да, то есть происходит перестройка. И, опять же, покупая решение, кстати, пользуйтесь вот этой штукой. Дебаггер, кто не знает, вызывается через, в хроме, обязательно, да, браузер Chrome, нажимаете F12. Вот такая штукень вылазит у вас, панелька, вот здесь нажимаете мобильничек, вот он, да. И, соответственно, здесь выбираете девайс. Можно поиграть, да, после вебинара, посмотрите, как ваш сайт выглядит, кстати, если у вас есть, да, через дебаггер можно посмотреть. Вот, сделайте выводы. Так, теперь нужно мне как-то из него выйти из этого дебаггера, нажму, я еще раз F12, все, отлично, все сработало. Вот, дальше поехали. То есть это адаптивный дизайн, который, кстати, любят поисковые системы. То есть правило здесь такое, поисковик, в первую очередь, при поиске с мобильного устройства, выдаст те сайты, которые адаптированы под мобильный вид, которые имеют мобильный вид. Соответственно, сначала мобильный вид, потом все остальные десктопы. В этом здесь есть определенные для вас преимущества. Дальше давайте смотреть, что у нас есть, какие настройки есть в виджете. В виджете, на самом деле, очень важно посмотреть на тематике, у нас этот магазин, Monopoly, он конструктор. Соответственно, мы его сделали сразу под несколько тематик. Ну, допустим, детские товары и игрушки. Пожалуйста, переключайтесь, смотрите, если у вас такая тематика, здесь баннеры, товары поменялись. Или вы занимаетесь одеждой. Пожалуйста, одежда, свой цветовой пресет здесь есть, да, опять же, который можно поменять. Или вы занимаетесь там чем угодно. Соответственно, вот здесь это все есть, пресетики эти все можно менять. Дальше, на что нужно обратить внимание, мне вот эта штука очень нравится, это перекраска. Это моя любимая вещь, когда можно, в общем, подвигать вот эту штуку, и сайт ваш начинает перекрашиваться. Представите, давайте представить, представитель компании Техносила. Вот у вас там зеленые, желтые какие-то цвета, вам надо вот в желтых цветах сделать. Можно, кстати, по коду подобрать более точно. Ну и, соответственно, это все очень легко делается, перекрашивается. Все, ваш сайт оранжевый, все классно, все быстро. Дальше, сохраняйте, и у вас все так и остается. Дальше, одна из моих тоже любимых штук, это темные схемы сайта. Мне вот такой цвет нравится. Допустим, вы хотите сделать его, о, монстр, да, напитки, энергии, энергии напитки, монстр, пожалуйста, зеленые, вот такое еще кислотное. Ну, для определенных сайтов это очень круто подойдет, на самом деле, какие-то тюнинги у Ателье, может быть, и так далее. Дальше бежим о расположении, настройке меню. Соответственно, можно такое меню, меню можно поменять на такое. Видите, оно коротенькое стало. Можно его сделать вообще вертикальным. Кстати, да, тот случай, когда мы рассказывали, что меню нужно выбрать, да, меню, как должно располагаться, пожалуйста, вот такое меню. И обводки, у меню могут быть разные обводки. Оно может быть вообще, кстати, без заливки, без всего. Смотрите, как это выглядит, прикольно. Пожалуйста, нет никаких обводок, то есть очень гибкая настройка. Я здесь дальше, наверное, не буду останавливаться. Побежали дальше. Да, кстати, ну, еще уж ладно, еще одну штуку остановлюсь. Это расположение вот этого блока, его можно сюда переместить, да, в боковое меню. Мы его хотим, не хотим его здесь, хотим его не здесь. Допустим, вот здесь мы его хотим справа. Так, давай. О, и теперь оно справа. Соответственно, это все можно очень гибко настроить. Так, давайте попробуем вернуть все по умолчанию. О, классно, все сработало. Замечательно. Так, бежим дальше. Главный баннер. Вот здесь вы можете любой баннер разместить. Это может быть картинка, это может быть товар. Вот этот любой товар, да, можно вывести сюда. Это для тех, у кого, ну, может быть, не хватает времени, средств, кто только начинает сделать красивый баннер. Всегда можно разместить сюда товар, то есть здесь становится товар, и, соответственно, надпись будет. Дальше. Можно, да, и вот классно, даже можно, а, видео можно обязательно сюда ставить, то есть здесь может быть видео проигрываться, и моя, опять же, любимая фишка, это 3D-баннер. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Это моя самая любимая штука. То есть он выглядит вот так. Сейчас, давайте закроем. О. То есть вы можете также свои 3D-баннеры задавать. Вообще делается очень просто. На самом деле, как сделать 3D-баннер, то есть берется несколько углов, да, фотографии, то есть объект фотографируется. У нас, кстати, есть блог в Marketplace. Вот здесь рассказано, как делать, сейчас покажу. Вот, новые в блогах, вот здесь в блоге, и в блоге найдите про 3D-баннер, там идет описание. Собственно, можно будет почитать, а как, ну, где-то здесь он есть. То есть, как сделать 3D-баннер, очень крутая штука, пользователи это оценят, уверяю вас. Дальше бежим. Так, 3D-баннер, мини-баннер рассказал. Очень важно, многие останавливаются при дизайне решения, многие останавливаются, вот главную страницу, мне достаточно, все классно, все красиво. Когда мы переходим там внутрь, начинаем, в общем-то, сожалеть о том, что мы пришли на такой сайт. Мы, ну, знаем такую ситуацию, поэтому проработали, постарались проработать внутренние страницы все, да. То есть, это, допустим, если у вас, вообще вот в этом разделе собраны все возможные, нужные для вашего сайта разделы. На самом деле, ну, трудно еще что-то придумать, если придумаете, пишите нам, мы это обязательно добавим. Соответственно, здесь есть демоконтент, и он, для чего мы его делаем? То есть, чтобы вам показать, а как можно добавлять фотографии. Они могут быть на всю ширину экрана, они могут быть на одну-вторую экрана, они могут быть на одну-третью экрана, и, пожалуйста, используйте эти приемы, они помогут вам сделать сайт разнообразным, с которого не будет хотеться уходить. Дальше мы сделали раздел лицензии сертификата. Казалось бы, ну, да, самый обычный раздел, но мы добавили возможность добавления картинок вот сюда, то есть вы можете проиллюстрировать любой файл, но если такой иллюстрации нет, то система автоматически определит расширение вашего сайта и файла, и сюда вот подставит свое расширение. В общем, этот раздел выглядит вполне, как нам кажется, прилично. Дальше бежим. Это не забывайте про партнеров, да, обязательно указывайте, причем здесь есть и возможность отправить вам заявку, чтобы стать вашим партнером. Опять же, каждая страница сайта, немножко в маркетинг, если уйти, должна иметь call to action, да, призыв к действию. Каждая страница должна заканчиваться призывом к действию. Зачем вы даете эту информацию? В данном случае призывом к действию является форма стать партнером. Пожалуйста, ее заполняйте. Вот это наш любимый, да, рекапчер, модуль рекапчер, чик. И отправляйте заявку, выкладывайте партнеров. Модуль блок с наградами, но награда выглядит у нас почему-то вот не очень так красиво, красиво, но такова их суть. Это формат А4, вот так, можно, соответственно, любую другую картинку сюда вставить. Ваши партнеры, ваши сотрудники. Очень важно показывать, да, соответственно, кто у вас работает, с кем общаются ваши клиенты, да. Понятно, что телефоны контакта директора, давать сюда не надо, но сотрудников из отдела продаж почему нет, с возможностью, причем, и задать ему вопрос, да. Здравиясь, Сергей, хочу у вас там купить что-нибудь. Вот, дальше, бежим дальше, у нас есть раздел с вакансиями, да. Обязательно раздел с вакансиями по, если компания большая, можно по отделам, то есть зашли, посмотрели, развернули, откликнулись на вакансию, я не робот, опять же, то есть роботов мы не берем на работу, вот, соответственно, здесь это все используется. Отзывы. Отзывы. Собирайте их, да, на самом деле, это трафик на ваш сайт, клиент, когда увидит свой фейс, если он захочет, да, ну, он будет, наверное, показывать какие-то, если сайт, тем более, там, с высоким индексом цитирования, он захочет здесь показать, что он такой классный, ваш клиент, вы его любите, он вас любит, вот его отзыв о вашей компании, в общем, неплохо это сюда добавлять. Пресс-центр для компаний, которые занимаются маркетингом. Очень важно, да, ну, на самом деле, расскажу вам про природу вообще журналистов. Кто такие журналисты? Ну, никого, чтобы не обидеться, которые в тематических изданиях, давайте так говорят, работают, они немножко, народ, скажем так, ленивый по своей природе. И этот раздел, чтобы им помочь, то есть вы выкладываете информацию о ваших товарах, о каких-то новостных поводах и так далее, но надо это писать не рекламно, надо это красиво писать. Прикладывать, соответственно, к информации файлы, то есть фотографии в высоком разрешении, и они это все скушают. Почему это они скушают? Они работают, гонорары получаются, как правило, за количество там символов. Очень часто так реально бывает. То есть вы это количество символов им дадите, вы дадите им фотоматериал, они об этом напишут, вы получите бесплатный паблисити, то есть бесплатные упоминания у вас в каком-то источнике, соответственно, да, это пиар. Дальше журналист получит свой гонорар, довольные читатели узнают о вашем новом продукте или услуге. Вот, соответственно, этот раздел надо использовать, старайтесь его использовать, пусть не так много, но что-то здесь должно быть, какие-то фотографии вашей продукции в высоком разрешении, выкладывайте, помогайте, чтобы вам по почте это не гонять. Да, всегда очень удобно дать ссылочку, вот наш раздел, смотрите, пожалуйста. Вот. Документы, пресс-центр, фотогалереи, гарантии, сервис. Ну, в общем, здесь подробно я не буду на этих разделах остывать, ну, давайте на фотогалерее, наверное, только еще остановлюсь. То есть, пожалуйста, выкладывайте фото своих проектов, да, то есть, можно показывать ваши проекты, как вы реализовали, опять же, это все положительно влияет на ваш имидж. Давайте побежим по каталогу, у меня еще, я возьму 5 минут, наверное, ну, чтобы я из тайминга не выбился, другие партнеры ждут своей очереди, значит, а им как раз сигнал готовится. Вот, соответственно, каталог, что из себя представляет каталог, давайте я на примере электроники, давайте на электронику перейду, то есть, пожалуйста, можно, переходим в телевизоры, то есть, здесь поддержка умного фильтра, да, в умном фильтре, опять же, можно там, пофильтровать, да, по свойствам, Никита об этом рассказывал, то есть, все эти свойства в фильтр попадают из свойств товара, из свойств товара, они сюда попадают, соответственно, по ним можно фильтровать. У нас вот три LG телевизора, да, то есть, мы его сейчас покажем, и останется три телевизора LG, списком можно управлять, давайте сразу покажу управление списком, список может быть такой, такой, крупный, на самом деле, в каждом магазине сейчас это используется, но вот для кого-то важнее, то есть, по умному можно настроить тот или иной вид, то есть, если вы работаете с оптовыми компаниями, опс, кто нас завалил? Соответственно, если вы работаете с оптовыми компаниями, то, соответственно, им лучше использовать, сейчас мы попробуем на Монополию пока перевести на нашу резервную, Если вы работаете с оптовыми компаниями, то они захотят увидеть мелкий список. Если частные лица, то им удобнее посмотреть. Дальше. Здесь есть все, что по управлению списком, любые функции управления списком, сравнения и так далее. На этом не буду дальше устанавливаться. Сейчас посмотрим, отцепилось ли. Нет. Большой трафик. Черт. Перейдем к карточке товара. Карточка товара содержит в себе всю необходимую информацию. Это и описание, это старая и новая цена. Всегда важно показать скидку. Можно показать характеристики. Есть наборы, комплекты. Так. Есть наборы. Так, здесь. Давайте я еще попробую разочек. Нет. Мертвых. Окей. Ну и, собственно, да. Пора на этом и заканчивать. Вот нам сигнал свыше пришел. Что-то, говорит Владислав, заговорился тут. Вот. Поэтому на этом будем заканчивать. У вас будет время пощелкать по демо-версиям. Соответственно, посмотреть функционал. Там есть и наборы, и комплекты. Очень классная есть фишка для владельцев мебельных компаний, которые могут создавать именно коллекции и наборы. Соответственно, ну, посмотрите, пожалуйста. И, подходя к завершению, я хотел бы услышать ваши вопросы, постараюсь на них ответить. И в качестве небольшого презента всем сказать спасибо. Хочу, во-первых, кто был сегодня с нами. У нас есть для вас небольшой презентик к Новому году. Уже совсем немного дней осталось до Нового года. Для вас Google ReCapture, который стоит 1000 рублей. Мы вам его всем подарим. Кто захочет такой модуль иметь у себя на сайте, пишите нам, пожалуйста, на prosobaka.rcn.ru. Мы вам его с удовольствием подарим. Вот здесь наши контакты. Если есть вопросы, которые остались, кому-то нужна презентация, пожалуйста, сюда напишите. Спасибо всем за внимание. Владислав, спасибо. Я тогда переключаю, наверное, на Александра. Я думаю, с вопросами мы следующим образом поступим. Пока будут остальные у нас спикеры выступать, можно будет на эти вопросы ответить в письменном виде лично каждому. А потом, я думаю, мы все вчетвером по всем вопросам еще раз пробежимся. Кому чего не ответили, ответим тоже. Так, передаю слово Александру. Абсолютно верно. Меня хорошо слышно? Уже слышно, да. И теперь должно быть теперь экран. Экранчик будет, да. Вот теперь есть, наверное, у вас и экран. Да, теперь уже видно. И, ну, вперед. Окей. Добрый день всем. Меня зовут Александр. Я руководитель в студии Cry. Прежде чем приступить к нашему докладу, наверное, немножко о выступлении предыдущего участника хотел бы сказать, что, наверное, такое решение, как Monopoly, мы его видели еще при его релизе. Я бы, на самом деле, продавал этот лист по скорбь и, думаю, его покупали бы. Просто невероятно. И достаточно хорошо ребята, коллеги поработали над ним. То есть, спасибо вам за это. Наконец-то у нас хорошее решение, коллеги. Второй момент, что хотелось бы, наверное, добавить. По-моему, этого не было. И очень ключевой момент. Вопрос был об этом. Не все даже готовые решения с возможностью изменения таковых схем, изменения блоков и тому подобное, все равно приходят клиенты. И все равно у каждого есть свои реалии, у каждого есть свои требования. И каждый что-то обязательно хочет переделать. Будь то от самого банального, изменить логотип, до более глобальных работ. То есть нам нужно сделать выгрузку в 1С, нам необходимо внедрить выгрузку в Яндекс.Маркет. В принципе, кажется, не такие глобальные и сложные задачи, но поправили. Но основная проблема в том, что порой у разработчиков готовых решений либо техническая поддержка является очень дорогой, то есть на это стоит обращать внимание, либо они ее не оказывают в качестве доработок. Таких примеров очень много, когда вы покупаете решение, пишете в компанию разработчика, а вам говорят, в Индии у нас график забит, готовое решение мы не совершенствуем. То есть все ошибки и все мучения, но не совершенствуем. Либо это стоит у нас очень-очень-очень дорого. То есть какой ключевой момент и очень важный момент при выборе решения, тоже на него стоит обратить внимание. Теперь давайте с вами перейдем к нашей теме. Буду очень рад, так что теперь посмотреть в нашем регламенте. Итак, давайте поднимем тему и расскажем, для чего существуют готовые решения и как они помогут изучить рынок. Причин создания сайта в принципе очень новые, но давайте с вами посмотрим на те, которые лучше всего подходят для выбора в пользу готового решения. Интересный феномен, и он довольно часто встречается, это отчусай. Сейчас иметь сайт в интернет-магазине это стало просто невероятно модно, порой даже без необходимости. Сидя дома после работы в интернете, общаясь с друзьями, работает компания, еще чаще, если вы владелец какого-то бизнеса, общаетесь с партнерами, конкурентами, складывается ощущение у вас, что у всех вокруг есть сайты, все с помощью сайта, с помощью интернета зарабатывают, у них жизнь прекрасна, а у вас сайта нет. И тут у вас в компании экстренное совещание, либо в кабинете руководителя, либо дома на кухне с женой, и вы решаете, что вам нужен сайт. Вариантов развития дальше очень много, но, как правило, все это приходит к тому, что сайт забрасывается на историю интернета, и им никто не занимает, потому что многие не оценили своих возможностей, а наличие сайта и интернет-магазина – это не только купить готовое решение, но еще и не заниматься, его рекламировать, и уделять им очень-очень много времени. И, как правило, если создавать уникальный проект с нуля, с уникальным дизайном и тому подобное, за период от момента, когда вы захотели сайт, и до момента, когда у вас появился сайт, у вас уже может несколько раз потеряться интерес. В лучшем случае вам не повезет с разработчиком, сайта вы так и не получите. Такое тоже бывает. Второй момент – это когда использовать готовое решение, это когда вы открываете бизнес в офлайне. Ну, к примеру, спортивный клуб, агентство недвижимости, магазин обуви, часто желание, то есть мы открываем компанию, нам нужен 100% сайт, чтобы о нас все узнали. Но в 80% случаев, наверное, первоочередная задача – это запустить новый бизнес, запустить рекламу и, наверное, не тратить больших бюджетов на сайт. Еще непонятно, через полгода вы будете заниматься этим бизнесом, может, у вас что-то поменяется, может, вы измените сферу оказываемых услуг, может быть, ваши услуги немного поменяются. В результате чего ваш сайт, который уже создавался до открытия вашего бизнеса офлайна либо в момент его открытия, он будет уже неактуален. На этот счет в Marketplace очень много и лендингов, и готовых сайтов, и решений, которые позволяют с минимальными затратами на старте запустить свой собственный сайт или магазин. Следующий момент – это если вы решили открыть бизнес в онлайне все-таки, решили открыть свой интернет-магазин, но вы не представляете, что за собой это влечет и сколько это требует времени на развитие. Если же у вас, допустим, нет опоры в качестве магазина или шоурума, то есть нет оплайн-бизнеса, который вам приносит постоянную прибыль, если у вас раньше никогда не было сайта, то вы столкнетесь с огромным количеством проблем до того момента, пока у вас не наступят первые продажи. И только когда вы пройдете огонь, воду и медную трубу, вы сможете смело идти в студию заказывать индивидуальный проект и с уверенностью понимать, что вам нужно и в каком виде. То есть если же вы только идете в онлайн, только пробуете это испытать, тогда в этом случае лучше, опять же, использовать готовые решения. Почему чуть дальше уже об этом ранее говорили, мы еще раз повторим. Следующий момент – это сезонность товара. Скоро у нас с вами любимый праздник – Новый год, и один из лучших примеров – вы решили продавать новогодние елки или новогодние украшения в интернете. Задают такой вопрос, зачем вам, в принципе, индивидуальный сайт с уникальным дизайном и тому подобное. Через один месяц он вам вообще нужен не будет, вы про него забудете. Вспомните, вы, наверное, ближе к наябрю следующего года. А продвигать такие сайты, кроме контекста или таргетинга, смысла глобального не имеет. То есть находиться по запросу «Купить ел к Новому году», «Купить ель к Новому году» в июне месяце будет весьма неактуально. Скорее всего, это будет все-таки более платная реклама. И, соответственно, здесь идеальный вариант, готовое решение, наверное, точка, то есть индивидуальные разработки и так далее. Конечно, везде есть исключения, везде есть собственные желания, есть собственный уровень. Может, лет через 20, когда вы подадите свою сотысячную елку, все-таки нужно делать вот собственный сайт. Но на старте это, опять же, не совсем, наверное, правильное решение. И пятый момент, который я включил в этот список, их много, но это, наверное, ключевые. Он очень похож на рассуждение пункта 3, то есть если вы планируете открыть бизнес в онлайне. Но тут есть один ключевой момент, что если же вы все-таки понимаете, что клиенты требуют у вас интернет-магазин, то у вас вроде бы хорошо, у вас есть бюджет, у вас развитая компания, то чаще всего встречается такая проблема, что нам нужно все. Здесь рекомендация, наверное, использовать базовое решение Битрикса, то есть их гантовое, стандартное, либо что-то такое, в котором есть все, ну, к примеру, предыдущий докладчик рассказывал нам про монополию, то есть есть, в принципе, все, что есть в Битриксе, можете пользоваться, можете изучать. Поизучайте такие решения примерно 2-3 месяца, и только после этого вы сможете смело идти в компанию-студию за разработкой собственного индивидуального проекта под вашу компанию. Почему? Наверное, здесь на примере расскажу. Есть компания, с которой мы в данный момент ведем переговоры, она на рынке уже 20 лет, крупный город России, бюджет на конце имеет много ноликов, все прекрасно, все красиво, мы получаем техническое задание, которое готовили, по-моему, долгое количество времени все сотрудники компании, оно состоит из 60 листов, мы его читаем, читаем не один раз, доходим до момента переговоров, и вступает черед наш технический специалист и начинает задавать вопросы, зачем вам это надо, а как вот этот функционал будет работать, а в каком информации будет предоставлена информация, а кто будет заниматься продажами, а кто будет заниматься этим. В результате нам ничего понятного на это не могли ответить, самый такой обобщающий ответ был такой, но это же все есть в коробке битрикса. Ну, тут возникает вопрос, и что? Начните делать с малого, и по мере необходимости добавляйте функционал, а хватит сразу, зайдя первый раз в интернет, будет очень-очень сложно. По практике, не знаю, у кого как, в других компаниях, но я лично встречал только одного клиента, который занимался продажами через интернет-магазин самостоятельно, то есть у него нет сотрудников, он создал функционал, мы им создали функционал сайта, уровня крупных лидеров рынка, и он сам самостоятельно за год на полную 10 тысяч товаров, сам создал этим товаром наборы и комплекты, сам занимается его продвижением, сам все это изучает, ходит на курсы, и с поддержкой у нас он не сходит, то есть постоянно вопросы, постоянно мы с ним общаемся. Таких феноменов, таких, наверное, уникальных людей, которым это интересно, они действительно понимают ответственность, очень-очень мало. Поэтому здесь, наверное, разумнее в пятом пункте, опять же, начать готовое решение, и когда вы поймете, что вам действительно нужно, когда вы начнете каждый функционал пытаться адаптировать под вашей компанией, вы поймете, что же вам в итоге необходимо в собственном индивидуальном проекте. Далее, подытожим это все очень кратко, то есть вам желательно использовать готовое решение, если у вас раньше никогда не было сайта либо интернет-магазина. Это в общих счетах, все, опять же, повторюсь индивидуально, но, как правило, это так. Теперь повторим еще один момент, о котором, по-моему, уже говорили у нас с Никитой в первом выступлении, и во втором выступлении Владислав говорил, почему использовать готовое решение? То есть я специально сохранил первые пять пунктов, когда его нужно использовать? Почему? Ну, естественно, потому что это быстрый запад. Разработка уникального проекта, я не знаю, занимает полгода, ну, может быть, произойдет раньше, но, как правило, полгода, а то и год. Готовое решение можно запустить за один день, а работать на Владбург примерно через месяц, когда вы его уже полностью наполните, запустите, начнете продавать, запустите рекламу и так далее. Второй немаловажный момент – это экономия средств. То есть наш рынок очень разнообразен, и цена на готовое решение здесь варьируется от нуля до 30 тысяч рублей, условно говоря, хотя, смотря на некоторые решения, они стоят дороже, но ладно. А индивидуальные проекты будут стоить, ну, опять же, цифрах я не прогадал, согласно Стадиславу, где-то от 300 тысяч рублей и выше, и, наверное, это только функционал редакции малого бизнеса, всяких наборов, комплектов, подарки грядут и так далее, и так далее, и так далее. То есть сайт может стать в очень большую сумму, и к этому нужно быть готовым к индивидуальной разработке. Ну и, соответственно, то же самое, что было в первой части доклада, в первой части выступления – это гибкая платформа, гибкая настройка, все легко настраивается, все легко адаптируется, без особых сниманий в веб-разработках, без наличия в штате программиста и так далее. То есть большинство функций сайта вы можете использовать самостоятельно, и, в принципе, если есть слуги, есть человек, который справится в Дитриксе и готовы вас консультировать по некоторым вопросам, через месяц вы будете делать все самостоятельно и уже будете все меньше и меньше задавать вопросов. Это так, по-практике. Далее следующий момент очень-очень кратко – это когда же переходить от желания создать собственный сайт до реальных инвестиций. Бюджет 25 тысяч рублей за готовое решение, но это не бюджет, наверное, в нашем офисе в городе Таганроге, в региональном, рекламы на радио стоят в месяц в районе 20 тысяч рублей, в кинотеатре стоит она 20 тысяч рублей, но это не инвестиция, это так. Попробуем, давайте немножко поиграемся. Если же вы все-таки готовы инвестировать большие суммы и остаться без нового автомобиля и попробовать это из вашего интернет-магазина сделать актив, то, что вам нужно понимать и какие этапы вам нужно пройти. Первый основной этап это красиво меня добавить один из разработчиков, он тоже выступал в прошлом вебинаре и на федеральном семинаре говорили об этом на полный цайт. Самая глобальная проблема, с которой встречаемся, все считают, что все очень будет просто, даже если у вас 1С выгрузить и все работает. На самом деле помимо выпуска товаров и 1С у нас есть еще множество страниц, сертификаты, документы, новости, условия оплаты, доставки, контакты, их можно перечислять очень много и без них запускать интернет-магазин неправильно, если вы не нашли на них время на полный, то как клиенты у вас будут покупать и вообще не совсем понятно работает этот сайт или не работает. То есть первый ключевой этап. Второй момент, вы начали продавать. То есть когда у вас пошли первые продажи, вы хотя бы пощупали откуда они идут, с какого источника рекламы, вы хотя бы почувствовали, что ваша продукция кому-то нужна и у вас появляется такая мотивация двигаться дальше-дальше, вы перейдете к следующему этапу, это вы начинаете получать прибыль. тот момент, тот момент, когда ваши расходы, ваши издержки становятся ниже, чем ваша выручка. Вы начинаете зарабатывать с каждой продажи, у вас появляются свободные средства, которые вы можете дальше инвестировать либо с новым рекламу, либо постепенно копить на заработку какого-то супер-классного интернет-магазина. Ну и четвертый момент, да, всего четыре, вы начали заниматься конверсией. В тот момент, когда вы начинаете думать, как нам увеличить конверсию, как вам сделать сайт удобнее, куда нам перенести на-кноточку, как нам сократить издержки на этой рекламе, либо переделать страницу, чтобы у нас больше покупало людей, как нам переместить товары в корзине, как нам совершать повторные продажи и так далее. У нас есть даже отдельный модуль в битриксе, изучение конверсии, откуда, что, куда. В этот момент вы можете смело задуматься о том, что вам нужен собственный индивидуальный проект, и вы выросли уже с готового решения, и вам нужно заниматься этим более профессионально, чтобы дойти до какой-то высокой цифры, высокой цели, высокой задачи, которая перед вами стояла. Примерно как-то так. И напоследок давайте пробегусь в двух словах о нашем готовом решении, потому что оно бесплатное, добрыся от меня коллеги, мы решили сделать одно из своих решений бесплатно, потому что делаем все, по той причине, что основной ключевой момент, который мы поставили, это чтобы вы поняли, что такое интернет-магазин, как им пользоваться, какие проблемы он с собой несет, и начали бесплатно работать и запускать свой бизнес. А потом мы с распространенными объектами готовы решать ваши задачи и создавать вам индивидуальные проекты. Наша задача, чтобы вы начали продавать. Не получится, вы ничего не потеряли. Времетесь через полгода, попробуйте другую продукцию, либо у вас будет больше времени. Получится, молодцы, мы вас ждем. По решению очень подробный кейс у нас есть на сайте в разделе портфолио, там весь функционал, который мы решили добавить. Сейчас быстренько вкратце пробежимся. Один ключевой момент, который часто задают вопрос и вызывает много дискуссий, он неадаптивный. Он неадаптивный, он не будет адаптивным, по той причине, что мы считаем, что адаптивность в готовом решении это наверное лишняя фишка, потому что это уже работа с конверсией. Это уже дополнительный трафик, это дополнительные продажи и так далее. Если вы все-таки до этого этапа дошли, делайте свой собственный интернет-магазин, адаптивность, на что она влияет? На удобство это конверсия, на поисковое продвижение Google требует, ну хорошо, но готовое решение продвигать в поисковых системах, ну не знаю. То есть поэтому большой минус нашего решения оно неадаптивное, еще больше минус оно никогда не будет адаптивным. А теперь давайте пробежимся по нему быстренько вкратце, что там все-таки есть и почему вы его можете использовать в принципе бесплатно. Ну, ничего особенного на главной странице таких фишек, наверное, как у Владислава нет, но за этим и не стремились. То есть на главной странице у нас имеет тот же баннер, список товаров, здесь есть, наверное, ключевых особенностей, на которые можно сделать акцент, это возможность отображения товаров в разном виде. То есть так как это магазин электроники, то, например, в Майке у нас имеют вертикальные фотографии, фотоаппараты горизонтальные, кондиционеры, там, бытовая техника тоже горизонтальные, и здесь интересно было поадаптировать карточки товаров в зависимости от фотографий. Все это в ручном режиме легко делается, они переставляются, это можете настраивать вы самостоятельно. Следующий момент это каталог товаров, ну, стандартно, несколько видов отображения в ритмской таблице, где-то какую-то продукцию в ноутбуке легче выбирать в табличном виде, решение мы заимствовали у сайта DNS, который когда-то очень плавился своим удобством именно в плане выбора техники, когда в удобном виде, в виде прайса с картинками мы видим всю продукцию, видим ее характеристики, нам легко и удобно все выбирать. Ну, для кого-то удобнее выбирать по картинкам, если там, к примеру, это кондиционеры, у них все равно все же не выбираетесь. Сортировка, фильтр, здесь стандартные наборы витрикса, торговые предложения, карточка товара, сравнение товара, там, отзывы, из особенностей, наверное, которые сейчас уже появляются в маркетплейсе, когда мы делали это решение, их было очень мало и очень востребованно, я прошу, Никита, когда-нибудь делайте это в дитриксе. Очень многие люди просят это, либо лучше сделать. Это группировка свойств. Когда у электроники, не знаю, около 50-60 характеристик свойств, их нужно как-то группировать, все выводить в кучу, это очень удобно индивидуально для восприятия этой информации, поэтому здесь из особенностей это группировка, то есть мы можем посмотреть чистую информацию по, например, на углу гипотографическим ускорителям, общие параметры, внешние, виды и так далее. Соответственно, сравнение товаров, корзина, оформление заказа, то есть юридические, физические лица, любые способы доставки, все это можно настраивать, интегрировать с 1С, с Яндекс.Маркетом и так далее. Данное решение у нас, в принципе, доступно на маркетплейсе, на нашем сайте, то есть вы можете смело зайти, посмотреть онлайн-демо, его купить, попробовать использовать, запуститься бесплатно, если у вас все получится, купить еще одно готовое решение монополию, к примеру, либо создать индивидуальный проект. Вот примерно как-то так, чтобы мы по времени успевали, на этом у меня все, дальше вопросов я вижу сильно нету, поэтому слово Никите он уже дальше передаст . многие еще не видели маркетплейс, не пользовались им и так далее. Сейчас быстренько расскажу вам, что это такое. Владислав уже говорил, я просто дополню, что по сути в маркетплейсе лежат готовые решения от разных авторов. почему они выкладываются, потому что, во-первых, всякие готовые сайты делают и выкладывают сюда, а во-вторых, допустим, разработчики самого движка битрикса, грубо говоря, какие-то вещи не считают, допустим, очень важными и, к примеру, разработку этих вещей откладывают на потом. Вот, к примеру, не знаю, аукцион товаров редко кому он нужен, поэтому битрикс его не делает, а авторы в маркетплейсе его делают и выкладывают. То есть вы можете пользоваться такими узкоспециализированными решениями из маркетплейса. В маркетплейсе решения делятся по сути на два типа. Первое – это готовые интернет-сайты, интернет-магазины, а второе – это модули. То есть интернет-магазин, допустим, готовый, если вы ставите, то там сразу много разнообразных функционала в коробке идет. А если ставите чисто модуль, то, допустим, сейчас вот про свой расскажу модуль. Вот, оплата заказа под гостем без авторизации и смс. Почему этот модуль вообще создавался? В стандартном, ну, в стандартном поставке, там, если бесплатное решение битрикса поставить, либо решение какого-то из авторов из маркетплейса, то чаще всего, допустим, если клиент создает заказ, ему приходит письмо, в котором предлагается перейти по ссылке на сайт. Чаще всего, если клиент приходит, ему надо авторизоваться, вспомнить свой логин, пароль, что предлагает это решение, можно вставлять в письмо сразу ссылку, при переходе по которой клиент сразу проваливается в платежную систему и оплачивает заказ. то есть мы убираем сопротивление на пути оплаты именно. В чем еще какие задачи решает? Допустим, менеджер принимает заказ по телефону, создает заказ и просто говорит клиенту номер заказа и стоимость заказа. И клиент переходит, к примеру, на сайт, где-нибудь внизу здесь делается ссылочка заказа, клиент кликает, проваливается на эту страницу, вводит номер заказа, который ему передал менеджер и стоимость заказа. И также можешь сам платить. Вот для примера сейчас покажу. А, также здесь есть настройка, допустим, стоимость заказа будет 15955 рублей, допустим. Чтобы клиенту не запоминать, вы можете ему сказать просто введите 16000. Вот, он ввел 16000, ищет заказ, все, заказ найден и может его оплатить. Вводится сумма заказа и кнопка оплаты. Конкретно в данном примере настроено, что клиент может вводить плюс-минус 200 рублей от стоимости заказа. Если он в эту сумму упадает, то заказ найдется и его может быть оплатить. по сути, что мы решаем. Первое, если на вашем сайте менеджер принимает заказы, этот модуль будет полезен. Обычно, извиняюсь, первый раз выступаю, обычно, если менеджер принимает заказ, он просит у пользователя, у покупателя имейл, высылает туда счет, и клиент уже приходит из этого счета по ссылке и оплачивает. В данном случае, вы можете просто говорить своему клиенту номер заказа и сумму. Он приходит на сайт и оплачивает без проблем. Также из письма может брать и оплачивает без проблем. Вот, по сути, койбой решает. Либо, если клиент сейчас оформляет в один клик заказ, на сайте, то есть, он не вводит никаких своих данных, только email, допустим, потом созванивается с ним менеджер, все данные собирает, заполняет, оставляет счет, клиент также переходит к вам на сайт, вводит из заказа сумму и оплачивает все. И еще про marketplace, что хотел сказать, вот, первое, это делится решение на готовые интернет-магазины и на готовые модули, которые закрывают какой-то узкий функционал, допустим, как вот этот текущий модуль, который показывает, он закрывает проблему с оплатой без авторизации. Потом, решение бывает платное и бесплатное. Бесплатное чаще всего это либо самореклама, либо если автор решения устал, грубо говоря, поддерживать решение, потому что он устарел и еще что-то, удалять его не хочет, делает его бесплатным. Поэтому, когда выбираете решение, обращайте внимание на то, как давно вот решение выпускалось, допустим, первый упавшийся, открываем. Видим, что публиковано, к примеру, 14 декабря, решение свежее. Также здесь конкретно нет. Вот здесь, допустим, у меня вот решение показывает, когда я в последний раз обновлял. То есть, если вы видите, что решение выпущено в 2013 году и не обновлялось, и оно стало бесплатным, то, скорее всего, его поддержкой уже никто заниматься не будет. То есть, если вы установите это решение, у вас возникнут какие-то проблемы, то, скорее всего, вам придется обращаться за помощью на платной основе. Если же вы покупаете решение, которое свежее и поддерживается, то при обращении к автору решения какие-то доделки чаще всего делаются на бесплатной основе. Связаться с авторами можно на вкладке поддержку. Здесь обычно пишут. как связаться с автором, как ему предложить какие-то улучшения функционала. Потом спрашивал, сейчас скажу, кто, Евгений Пинчук в чате спрашивал, можно ли оплачивать в определенном статусе после проверки менеджером. Если не ошибаюсь, в стандартном битрексе нет запрета на оплату в каком-то там статусе. Допустим, если заказ статусе принят, то нельзя запретить клиенту оплачивать этот заказ. В данном модуле можно настраивать, в каком статусе нельзя оплачивать. Сейчас для примера выберу, что во всех статусах нельзя оплачивать. пытаемся найти этот заказ на оплату. Выводится ошибка, что ваш заказ в статусе принят, ожидается оплата. В таком статусе оплата запрещена. Также при переходе из почты посылки выявится точно такая же ошибка. то есть это ответ Евгению Пинчуку. В стандартном битриксе нельзя запрещать оплату, но конкретно в этом модуле запретить оплату можно. Алексей Коваленко еще спрашивал, нет ли дешевле решений, чем Владислав из Alpha Systems показывал. Скорее всего, решения, допустим, есть, но опять же, я говорю, вы можете взять самое дешевое решение или вообще бесплатное, но за поддержку данного решения, которое вы скачали, скорее всего, никто не возьмется, либо поддержка будет ужасной. Также вы можете попробовать модули, не у всех модулей, но у многих есть кнопка попробовать 5 дней, допустим, 30 дней и так далее, какой-то демо режим. Вы можете взять модуль, поставить себе на сайт бесплатно, по функционалу, нужен вам этот модуль, не нужен, если нужен, то покупайте, до конца демо срока, если не нужен модуль, то просто удаляйте и не тратите лишние деньги. Даже не знаю, что сейчас сказать. В принципе, вот модуль, который, значит, позволяет оплачивать заказы без авторизации и SMS. Так, ну, Александр, если все, я не знаю, сейчас посмотрим, есть ли вопросы, да нет, по этому модулю тоже вопросов нет. Да, ну, тогда, я думаю, не знаю, будем, наверное, закругляться. Так, некоторые вопросы, вижу, оставились неотвеченными, но ответим обязательно по e-mail'у всем. Я прямо сейчас, одну секундочку, сохраню все эти вопросы. save question log. Все, вопросики сохранил. и сегодня точно не смогу ответить, но завтра-послезавтра обязательно со всеми свяжемся, кто не получил ответа, можно будет пообщаться по почте или там, не знаю, или как-то иным способом. Ну и по сути, многие вопросы касаются конкретно системы Bittrex, у Bittrex есть техподдержка. Да, смену можно писать техподдержку, давайте, ну и не знаю, можно там открыть сайт Bittrex.ru и посмотреть это в разделе помощь для клиентов задать вопрос. Причем, да, Юля, сейчас секундочку, причем в техподдержку могут писать как наши клиенты, так и не наши клиенты, просто, ну, владельцы активной лицензии, они быстрее получат ответ. Так, сейчас одну секундочку, я включу себя просто и так, шум мой скрин, покажу, где будет запись вебинара, ну, во-первых, на нашем катале в Ютубе, а во-вторых, там, где, давайте еще раз, компания, мероприятия, вебинары, видите, вот за 10 декабря уже есть видеозапись, ну, за 15 декабря запись, тоже такая ссылочка здесь будет, тоже видеозапись, то есть, на сайте Bittrex, кампания, мероприятия, за нужную дату найдете и все. так, смотрю еще, я думаю, сегодня-завтра выложим запись, так, ну, в принципе, так, вопросов больше нет, свежих никто не задает, старые вроде как все ответили, так, спрашивают, возможно ли интеграция интернет-магазина с 1С предприятием, арендуемым в облаке, нет, пока такой возможности нету, ярлыки, скидка, новинка, где настраиваются, ну, Анастасия, пришлю ссылку на документацию, где это описано, как заходить в админку через мобильное приложение, если включен Bittrex, OTP, двухэтапная авторизация, ну, хороший вопрос, смотрите, да, есть такое понятие в Bittrex, как двухэтапная авторизация, когда вы, фишка создана, скажем, сразу скажем, для повышения безопасности, то есть это так называемый составный пароль, когда при авторизации на сайте вы вводите сначала свой пароль, тот, который вы помните, а вторую часть пароля вы вводите, которая у вас генерируется либо на специальном брелке, но обычно все используют специальную программу из App Store или Google Play на мобильном телефоне, которая называется Bittrex OTP, там просто надо зарегистрироваться и ввести данные свои, своего сайта и будет генерироваться вторая часть пароля, то есть это исключает попадание на ваш сайт какого-то недоброжелателя путем подбора пароля, такой подбор, такой пароль подобрать нереально, вот, как отходить в админку через мобильное приложение, если включен Bittrex OTP, ну, Евгений, если я правильно понял ваш вопрос, ставьте приложение Bittrex OTP на мобильный телефон себе ее используйте. В облаке Rarusa возможна интеграция с Bittrex? Ну, Дмитрий, за облако Rarusa ничего, честно говоря, сказать не могу. Это какая-то нетиповая конфигурация 1С, наверное. Ну, не знаю, смотря какая интеграция, с нашей стороны поддержки облачных версий нет, может быть, есть со стороны Rarusa какая-то, но не подскажу, тут, наверное, лучше бы в компании Rarusa проконсультироваться по этому вопросу. Может, у них какое-то свое облако, отличное, вот, стандартное облако 1С, про которое была речь. Но спасибо за наводку, я, кстати, обязательно сам посмотрю, ознакомлюсь с этим. Так, еще Сергей спрашивает, у меня в маркетинге только автоконтекст и поисковая оптимизация не так настроил. Сергей, скорее всего, я предполагаю, вы не загрузили эти модули после обновления. Вам надо зайти, скажешь, куда, в админке, в раздел настройки, настройки продавки, продукта модуля. Смотрите, вот наверняка у вас будут какие-то модули, вот, да, установить, например. У меня этот модуль не установлен, возможно, у вас какие-то модули просто не установлены. На самом деле, большинство того, что вот здесь, видите, у меня в маркетинге, у меня редакция бизнеса стоит, но в балном бизнесе это тоже есть. Так что, посмотрите, скорее всего, просто не поставили этот модуль после того, как обновили систему. Так, в Bittrex Admin не запрашивают одноразовые пароли, а в настройках ставили, здесь включали, вот здесь вот делали, включить двухэтапную авторизацию. Посмотрите описание, почитайте инструкцию, как настраивать все. Если что-то не будет получаться у вас, то пишите техподдержку. На самом деле, включена. Пишите техподдержку, значит, ну, не могу прокомментировать. В техподдержке помогут, можете, не знаю, заодно номер, ну, номер текиты мне может скидывать. У меня очень простой e-mail, Никита Один из Bittrex.ru, и сейчас его на, секундочку, наверное, давайте вот так сделаем, чтобы все видели. Если какие-то вопросы будут, там, можно прямо мне написать на почту. либо добавить меня в нашем Bittrex24 нетворке. У меня там логин тоже, Никита. Не помню, кажется, вот так. Проверим. Да, вот мой профиль, то есть, можете прямо сюда написать. Так, ну, вроде все. у нас был еще один вопрос по поводу 16-й версии, когда она полностью выйдет. Это, наверное, вам вопрос будет. Ну, да, ну, 16-й версии, я говорил уже, что находится сейчас в этапе тестирования, полностью планируем выпустить ее до конца этого года. То есть, как и заявляли на презентации 16-й версии. Работаем сейчас над этим. Очень активно. Так, ну, на этом, наверное, все. Я тогда прекращаю запись. Продолжение следует...